В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день июня с погоды. Прошло два года с того дня, как не стало известного на Северном Кавказе хореографа одного из организаторов государственного ансамбля «Эльбрус», заслуженного артиста России Бориса Дзанаева. И сегодня в нашей студии о талантливом хореографе и своем наставнике вспоминает его близкий друг и ученик, народный артист Карачаева Черкесии Хусей Хубиев. Своими воспоминаниями он поделился с моей соведущей Белой Джазаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Хусей. Доброе утро. Благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня в столь ранний час к нам в гости. У вас была просьба, чтобы мы вспомнили сегодня вашего сердечного друга, учителя, наставника. Речь идет о Борисе Александровиче Дзанаеве. Борис Александрович один из главных основателей государственной ансамбля «Эльбрус», ваш наставник, известный хореограф. И вот в эти дни исполняется два года с того момента, как его нет с нами. И хотелось бы сегодня его вспомнить. Какое значение в вашей творческой жизни этот человек сыграл? То, что я вышел на профессиональную сцену, это благодаря Борису Александровичу. Все, что я получил по хореографии, все, что я узнал о хореографии, это благодаря Борису Александровичу. Даже еще постановления не было краисполкома о создании государственного ансамбля, когда он возил свой коллектив химобъединения «Исламей». Ну, мы тогда в ансамбле «Эльбрус» работали, эстрадно-хореографическом ансамбле. Усилили коллектив и поехали в Москву, на ВДНХ. И один номер мы работали в Кремлевском дворце. Вот там и посмотрели с Министерства культуры представители данный коллектив. И на основании чего было издано постановление, посмотрев этот коллектив, они сказали, у вас же готовый коллектив есть. Государственный. Вот по приезду оттуда уже Владимир Исламович Хубиев, Алихан Ахьяевич Хабичев и Султан Селедович Темиров. Вот и Борис Александрович. Вот эти люди, их уже никого нету, создали этот коллектив. А первым, первым, который сделал раз, два, три, это был Борис Александрович. Но какой он человек был? Я знаю, что он просто божественно танцевал. Он как человек был вообще с большой буквы. Строгий в отношении хореографии. Дисциплину любил. Ну, хлебосольный. Вообще, тогда же и общежитие толком не было. Вот сколько раз я у него оставался дома, вот он никуда не отпускал. Я у твоего отца выпросил тебя, если с тобой что-нибудь случится, говорит, я буду отвечать. Вот так около себя держал. И все свои секреты, все свои какие-то вот такие, что он переживал, делился со мной. В общем, и на вас он, конечно, имел большое влияние. Скорее всего, и ставка, наверное, тогда уже была. Вот почему-то Султан Сеидович меня после Валерии Тани меня пригласил и сказал. Тебя назначаем временно исполняющим обязанности руководителя ансамбля. Я говорю, если временно, ради бога, пожалуйста. И вот это временно 17 лет. Ну что ж, я благодарю вас за это интервью. Жаль, что такие люди уходят, но они навсегда останутся в нашей памяти. Очень жаль, очень жаль. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо. Новый информационный день. Продолжают свое обещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести Северный Кавказ». Затем программы «Русская редакция». В 14.30 в «Вести Карачаево-Черкесия» с Муратом Джанкилзовым. Удачной всем пятницы, приятных выходных и до встречи в эфире.